Очередная приемная на дороге прошла в регионе. На этот раз совместная акция полиции и Казавтожол сервис развернулась на трассе Самара-Шимкент. Все подробности далее. Акция стала доброй традицией. Ее проводят каждый месяц преимущественно на трассах республиканского значения. Во главе угла разъяснение правил безопасности водителям, а также оперативные решения возникших у автолюбителей вопросов. Подобные мероприятия, как отмечают стражи порядка, призваны снижать аварийную опасность на дорогах, но для шоферов это прекрасная возможность решить ту или иную проблему, а также узнать о новшествах в законодательстве страны. Принимает в акции участие компания Казавтожол сервис. Их цель – узнать мнение автолюбителей о важной проблеме региона – дороге. Впрочем, жители в этом направлении проводимую работу видят. Дорога, в принципе, мне в Уральске нравится, что развиваются дороги, делаются. Так как мы недавно с супругом объездили весь Казахстан, буквально неделю назад мы приехали. И дороги там, конечно, особенно в Актюбинской области желают лучшим. Я рада, что у нас в Уральске насчет дорог уделяется большое внимание. Впрочем, в ситуации по дорогам все еще есть немало проблем. Около 20 водителей получили юридическую консультацию во время проведения этой акции и задали свои вопросы по состоянию трасс. Например, их интересуют проблемы так называемой ямочностью на дорогах. Работа по исправлению мелких дефектов трассы ведется, отмечают в компании Кашсервис. Находят и решение вопроса больших грузов на республиканских трассах. Так, некоторые участки делают платными, снижая нагрузку на них и создавая финансовую подушку для последующего ремонта. Ну и это еще не вся работа. Планы по ремонту дорог планируем в участок Самара-Шемкен в сторону города Актюбе с 330 по 408 километр, а именно замена остальта бетонного покрытия, так как там появились дефекты в виде ямочности. Также планируется по мере выделения средств реконструкция автомобильной дороги от Рауральска. Стоит отметить, что за первые пять месяцев этого года на дорогах республиканского значения было зафиксировано 31 ДТП. В авариях погибли 11 человек, еще 66 получили травмы. Алексей Кочемасов, Алтенбек Тунашкалиев, Алихан Исказеев, Акжаев, Акпарат.